Всем привет, я Марина и с вами Школа Сакрамел. И это новое педикюрное видео. Поставьте пальчик вверх обязательно этой рубрики. У нас сегодня вот такой случай. Необходимо будет выполнить зачистку анихолизиса на большом пальце. Для этого нам потребуются следующие инструменты. Это кюретка, кусачки, глазки и некоторые фрезы. Видим, что свободный край ногтя отошел от ложе, образовалась полость. Почему ее необходимо убирать? Для того, чтобы инфекция не подсоединилась в эту полость. Нашей задачей будет убрать отошедшую часть. Для этого будем использовать насадку маленький шар. Необходимо выпилить по границе, а бортик не заглаживаем. В работе используется не простой аппарат, а специальный со спреем, который подает воду для того, чтобы поверхность не нагревалась и клиенту было комфортно. Хочу сразу предупредить, это видео не является обучающим. Зачистку выполняет опытный преподаватель-подолог нашей школы Ольга. Наша задача показать, если вы видите изменения на ногтях клиента или на своих ногтях, то необходимо сразу идти к специалисту. Немного о данном случае. Модель рассказала, что около двух лет назад ей отдавили ногу. После чего была гематома и ноготь начал отходить. Представляете, целых два года она ходит с такой пластиной. Конечно, столько ждать не нужно и необходимо вовремя обращаться к специалисту. Видно, что из-за скрученности ногтя ложе как будто отдельно. Это нужно обязательно исправить. В таком случае можно использовать коррекционную систему, нить, но это уже в следующий раз. Во время работы нам самое главное сделать четкий бортик. В таком случае анихолитис не будет продолжаться дальше. Ну и конечно тут системная работа. Это ежемесячные зачистки, постоянный контроль, то есть фотографии, присылаемые профессионалу, подологу со стороны клиента для отслеживания ситуации. В данном случае полость совершенно обычно выглядит как при травматическом анихолизисе, поэтому не брали никакой дополнительный анализ на присоединение инфекции. Кутикулу можно отодвинуть при помощи насадки барабан. Также обрабатываем боковые валики и проходимся по поверхности. За счет четкого бортика этой насадки можно доработать анихолизис. При помощи насадки конус с таким круглым основанием обрабатываем боковые пазухи, зачищаем валики. Этой насадкой очень удобно работать в педикюре. Кстати, в маникюре можно выполнить этой насадкой полностью при поднятии кутикулы и ее срез. Единственное, нужно учитывать, что кончик ее не острый, поэтому иногда под кутикулой не так удобно на руках прочистить, но в педикюре глубже выполнять прочистку и не нужно. Такой насадки будет вполне достаточно. Конечно, говорить пока что о какой-то красоте этого ногтя не приходится. На данном этапе именно речь идет о восстановлении ногтевой пластины. При помощи кусачьих глазок можно срезать кутикулу и убрать птеригий. Они немного потемнели от использования сухожара. Кстати, очень классное средство для того, чтобы убрать этот налет с ферро-инструм. Благодаря ему налет с ваших инструментов полностью уходит, очень рекомендую. Далее обрабатываем ноготь при помощи беспиртового антисептика. Для того, чтобы ноготь нормально отрастал, необходимо сделать тейпирование. Это специальный пластичный пластырь. Мы его подготавливаем и будем сейчас оттягивать в валики. Для того, чтобы пластырь хорошо закрепился, необходимо обезжирить поверхность. Для этого используем дегидратор, среза подсушивающую кожу. В таком случае тейп лучше скрепится. Вырезаем полоску тейпа по ширине валика. Для удобства можно скруглить уголки, чтобы он лучше держался. Разрываем бумажку, отклеиваем одну часть, приклеиваем на передний валик, на его поверхность и затем оттягиваем. Убираем вторую часть бумажки, приклеиваем и хвостик заводим вбок. Это нужно для того, чтобы валик не наседал на ноготь и давал ему хорошо отрасти. Для того, чтобы боковые валики также не мешали, мы также установим тейпы. Вырезаем такую же полосочку. С такими тейпами необходимо ходить постоянно, с ними можно мыться. Если отклеился, значит устанавливаем новые. Для того, чтобы клей лучше работал, проходимся активными движениями своим пальцем по поверхности тейпа. Предлагаю присоединиться и получить доступ к базе знаний школы Сокрамел. Более 20 видеокурсов по цене одного с получением сертификата. Они доступны по всему миру. Для подробной информации переходи в описание. Для того, чтобы отделить боковой валик от ногти, необходимо установить тампонаду. Это специальная прокладка из нетканого материала. Называется каполин или легозана. Но для удобства Оля будет ставить жидкую тампонаду, которая племеризуется в лампе. Можно ставить любую, самое главное, не из безворсовых салфеток или ваты. То есть материал не должен содержать натуральные компоненты, например, из хлопка. Во избежание неприятных последствий. И подсушиваем этот материал при помощи ультрафиолетового света. Используются только синтетические материалы. Обезжирим ногтевую пластину и боковые пазухи. После зачистки в качестве профилактики наносят масло чайного дерева. Оно может быть любой фирмы. Главное, чтобы оно было стопроцентное эфирное. Понравилось видео? Ставьте пальчик вверх, если ждете еще больше педикюрного контента. Всем счастливо! Пока-пока!